Звоните своему руководству, давайте выясним эту ситуацию. Какой у вас масочный режим, и в связи с чем он у вас устроен в государственных учреждениях. Сотрудник данного учреждения сказал, что у них нет таких требований. Добрый день, добрый день. Господи, а что у пистолетов поставить? Давайте тогда все это спрячем, не будем так вот агрессивно настроенным быть. Положено по приказу. Я понимаю, давайте немножко в сторонку отойдем, чтобы я, видите, без всяких опасностей. Я хочу получить госуслугу в назначенное время. Не вижу препятствий для получения госуслуги. Смотри, видите, масочка вон она лежит. Я не собираюсь эти масочки надевать. Вам предлагали ее надеть? Я принципиально не надеваю на себя неизвестно что, неизвестно из каких рук не переданное, то что не является ни средством защиты. Для меня это расценивают как унижение моего достойности. Я к себе отношусь с уважением. Я считаю, что я имею право не надевать так называемые масочки, которые я расцениваю как намордники. Я не собака. Я как бы доходчиво объяснил. Все прекрасно. Все, спасибо за поднимание. На май Владимир Владимирович. Это хорошо, что вы уже меня знаете. Поясняю. На 11.30 я записался на получение государственной услуги. В назначенное время я прибыл в УФМНС. Мне предложили одеть масочку. Я, соответственно, отказался. Я попросил трансгвардейца, который отказал, сослаться на какой-то документ. Он не смог сослаться. Попросил его позвать кого-нибудь тех, кто дал такое ему указание. Он сначала позвал женщину. Женщина в итоге потом сказала работнице УФМНС, что у нас таких требований нету, чтобы он обращался своему начальнику, который дал ему этот приказ. Он сказал, что я обращаться не буду. Я сделал заявление в полицию, потому что я считаю, что в данном случае сотрудник Росгвардии превысил свои должностные полномочия. То есть, на мой взгляд, совершил преступление по 286 превышение должностных полномочий. Потому что отказывать мне в получении государственной услуги незаконно. Более того, я даже разъяснил, почему я считаю это незаконно. Потому что если мы берем постановление правительства Мурманской области, которое тоже под вопросом о вообще его законности, о процедуре выполнения и все остальное. Но если мы читаем пункт 2.1.1 этого постановления, там есть определенный перечень. И в этом перечне, естественно, нету тех организаций, в которых я сейчас нахожусь. То есть там нету ни больниц, ни полиции, ни УФМНС, ни тому подобное, где граждане обязаны носить маску. Более того, я же специально воспользуюсь админиционным способом получения услуги. Я заранее записался для того, чтобы я не был в очереди. То есть я должен был подойти один к окошку, соответственно, вокруг меня никого нет. Никаких очередей. Потому что по записи на определенное время передо мной, соответственно, сидит работник, который находится за стеклом. И, естественно, у нас вирусы за стекло не проникают. Я думаю, вы это понимаете. В маске, а не в маске вообще не имеет никакого значения. То есть это специально сделано для того, чтобы не подвергались риску заражения коронавирусом. То есть с моей стороны сделано все, что необходимо. Ну, я не знаю, по какой причине мне отказывают. Да, мне предложили масочку. Вон она лежит. Она не имеет ни индивидуальной упаковки. Было предложено мне с рук. Я не знаю, использовалась эта масочка для меня. Не использовалась. Есть ли на нее сертификат безопасности. Стерильно нанести. Ну, то есть вот эти вещи я на лицо принципиально не одеваю. Потому что я себя уважаю. Мое достоинство в первую очередь. Понимаете? Пойдите в отдел полиции. Обязательно. Обязательно. Для доставления подоконщика. Так, вы будете меня доставлять. Правильно? Статья 20.6. Закона полиции номер 13. Так. Не, вопрос. Вы, если говорите, если до доставления вопросов нету, я подчинюсь вашему требованию. Будьте любезны, пройдите. Считаю, что оно незаконное. Но я вынужден подчиниться. По статье 20.6.1 предусмотрена административная ответственность за нарушение правил. Возникает вопрос, каких правил? А здесь мы смотрим как раз первые статьи КОАПа. У кого какая компетенция, понимаете? И когда мы начинаем анализировать то законодательство, которое там указано, мы приходим к выводу, однозначному выводу, что идет речь о нарушении правил, которые утверждает правительство Российской Федерации. Это именно их вопрос. То есть 417-е постановление правительства Российской Федерации и те правила. И согласно 6 местных правил. Они могут быть. Да, могут быть. Но это не компетенция для КОАП Российского, Российской Федерации. Есть КОАП так называемый местный. Вот у нас есть закон в Урманской области. В Урманской области есть свой КОАП. Там, извиняюсь за выражение, нету статей даже за то, что там что-то человек нарушил. По аналогии, как есть в городе Москве, да. Вы думаете, в Москве наказывают за отсутствие Москвы. По КОАПу РФ нет. По КОАПу города Москвы. Так вот у этих товарищей нету оснований вообще нас наказывать по этой статье. Это первый момент. Второй момент. Они неуполномочены по этой статье составлять протоколы. Органы внутренних дел, полиция и тому подобное не имеют права составлять протоколы. Это прямо сказано в части 1 и в части 2 статьи 28.3 КОАП. Прямо сказано, понимаете. Там есть большой перечень должностных лиц, которые составляют эти протоколы. Значит, по статье 20.6.1, если бы был бы КОАП местный наш, да, составляют это должностные лица субъекта Российской Федерации, которые утверждены постановлением губернатора номер 72 ПГ от 6 апреля 2020 года. То есть достаточно давно. То, что там кто-то может ссылаться на какое-то распоряжение правительства Российской Федерации, в котором, опять же, нету перечня должностных лиц, именно сотрудников полиции, которые могли бы составлять протокол по этой статье, это большое заблуждение, потому что, опять же, мы берем закон, который имеет высшую юридическую силу, а именно КОАП, а именно часть вторую. И там сказано, что вот этот перечень должностных лиц может быть расширен, но только нормативными актами. То есть это указами президента либо постановлениями правительства Российской Федерации. Значит, распоряжение это не постановление. Это первый момент. Ну и опять же, если мы его читаем, там в этом перечне нету. Поэтому я всегда задаю один простой вопрос. А кто вас уполномочил составлять эти протоколы? Ну кто? Вот сотрудник полиции, кто вас уполномочил? Почему вы составляете там? Почему не ГАИшник составляет? Почему? Объясните мне такой вопрос. Я уже взял пояснение, что как бы нету оснований вообще для составления какого-либо материала административного по этой статье, потому что я не нарушал правила, которые утверждены по становлению правительства Российской Федерации номер 417. Почему? У нас. Ну потому что как минимум уже куча была запросов и все органы отвечают, что в Российской Федерации не введен режим повышенной готовности. То, что у нас на местах губернаторы творят, издевают, тут клоунаду устраивают. У вас смелость есть чибиса штрафовать? Привлечь к ответственности? Или вы только можете женщин, детей и активистов наказывать? Да, да, они по протоколу не могут. Владимир Владимирович, слушайте меня. Значит, я составил в отношении у вас протокольчик. По статье 20.6, прим. 1, но уже не первая часть, а вторая. По какой-то причине? Я вам сейчас расскажу. Поскольку по статье 20.6, прим. 1, часть первая, вы уже привлекались в течение года. Соответственно, если привлекались в течение года по этой статье несколько раз, даже хотя бы один. То есть, если идет повторность, составляется вторая часть. Санкция, соответственно, гораздо больше. Сильно. Так и будет. То есть, в связи с этим, я вам даю для ознакомления протокольчик, который я составил, и который в отношении вас составляют другие сотрудники, другой сотрудника, а именно младший лейтенант полиции Кривошейцев, на основании которого я считаю, что ваше правонарушение сегодняшнее повторное. В связи с чем? В связи с тем, что есть постановление суда о привлечении его класса административной ответственности по статье 20.6, часть 1, Кодекса Российской Федерации административного правонарушения. Так что, ознакомлю вас с таким протокольчиком своим. А с каким протокольчиком можно уточнить? Что я сказал только что. Ну, я так понимаю, вы какой-то протокольчик в мое отсутствие составили, правильно? Я вам все же объяснил, как я продолжал составить. Ну, я понял, да, я еще раз объясняю, вы составили протокол в мое отсутствие, правильно? Ваше отсутствие? В смысле, Смотрите, мы сейчас ведем непрерывную видеозапись, в том числе вы ведете на свой регистратор Дозор. Вы нарушаете процедуру. Пожалуйста, выполните процедуру. Будьте любезны, ознакомьтесь с протоколом, который на вас. Мордосов Андрей, не знаю отчество. Выполните процедуру, административную процедуру. Я так понимаю, мы предоставим видеозапись, вы свою предоставите, я свою видеозапись предоставлю в суд. Я вам еще раз прямым текстом говорю, выполните процедуру. Владимир Владимирович, ознакомиться с протоколом будете? Я буду ознакомиться, говорю, процедуру выполните. Значит, ознакомьтесь. Это протокол, который составлял не я. Он составлен ранее. Выполните процедуру. Для чего? Для того, чтобы вы поняли, на каком основании я ставил вторую часть протокола. А когда я начну ознакомлять вас с протоколом, который составил лично я, я вам разъясню ваши права и обязанности. А, давайте тогда все-таки начнем с моих прав и обязанностей. Разъясните мне, все-таки слава богу. Сейчас хотите услышать? Сочет, я хочу услышать, вы обязаны мне разъяснить права. На основании статьи 25.1, 25.3, 25.5, 24.2, 30.1 Кодекса Российской Федерации административных правонарушений, вы имеете право ознакомиться со всеми материалами дела, давать объяснение, предоставлять доказательства, заявлять в ходатайство отвода, пользоваться юридической помощью защитника услугами переводчика, присутствовать при рассмотрении дела, дело рассматривается без присутствия правонарушителя, в случае должностного уведомления, в месте времени, в месте времени рассматривается дело административное правонарушение. И с протоколами, с материалами дела административного правонарушения. Ими, пожалуйста. Хочу воспользоваться своим правом, которое вы огласили, а именно право на защитника. Можно листок и ручечку? Я сделаю ходатайство, опять же, воспользуюсь своим правом давать ходатайство. Значит, ходатайство мое будет заключаться в следующем. Прошу назначить день и время, в который будет составляться протокол об административном правонарушении, в котором вы меня обвиняете, с участием моего защитника. Протокольчик составляется незамедлительно после совершения административного правонарушения, поэтому вы можете вызывать защитника либо сейчас, либо ознакомливаться с защитником, с этим протоколом, в другое удобное для вас время. То есть вы мне откажете? Хорошо, можно ваши данные, откуда можно переписать, чтобы на вас сделать ходатайство? Не на меня, ходатайство. А на кого? Вы же мне права разъясняли. Нет, ходатайство пишется на начальника отдела, поскольку он будет рассматривать протокол. Пожалуйста. Вы будете у меня ходатайство принимать? Конечно, пишите. Так, инспектору ППС, ОБ, ППСП, УМВД России по городу Мурманску, майору полиции Мордосову АА, от МАВВВ, ходатайство. Прошу назначить день и время составления протокола с участием моего защитника по административному делу о совершении правонарушения по статье 20.6.1, часть 2, КОАП, 2.04.2021 года, о времени уведомить заблаговременно. Значит, сегодняшняя дата 2.04.2021 года, 16 часов, подпись, расшифровка. Прошу мое ходатайство рассмотреть и вынести в случае отказа матеревированное определение, либо удовлетворить. Хорошо. Я слушаю. Что слушай, я вам все ответил. Я ходатайство принял, да я его рассмотрю. То есть вы не будете рассматривать мое ходатайство? Я рассмотрю. Ну, я жду, жду. Я не сейчас буду рассмотреть. Будьте любезны, знакомьтесь с протоколом. Значит, данное ходатайство вам подано, вы обязаны его незамедлительно рассмотреть. Вы в данный момент нарушаете, грубо нарушаете мои права, которые, я так понимаю, вы озвучили. Вы ошибаетесь. Вы озвучили статью 25. Я вам скажу, что протокол составляется незамедлительно. Адвоката вы можете звать сейчас, либо в любое для вашего адвоката время ознакомиться с протоколом уже в пятом комитете здесь. Значит, Мордасов, Андрей А. Вашего адвоката я ждать не буду. Ходатайство ваше я принял, вот по существу я вам ответил. Будьте любезны, просто протоколом ознакомиться будете? Мордасов. У меня нет времени на вас. Что значит, нету времени, вы находитесь на службе. Значит, послушайте меня, давайте не будем говорить в параллель. Я вас выслушал, послушайте меня. Значит, по существу мне ответьте, протоколом ознакомиться будете? Значит, все, что вы сказали, пожалуйста, огласите в виде письменного документа. Называется определение. На мое ходатайство вы не имеете права таким образом себя вести. Вы заупотребляете своими должностными полномочиями. Разрешите мое ходатайство, не в виде устных мне тут каких-то объяснений. Если вы ознакомляетесь с протоколом не будете, я сделаю соответствующую запись. Протокол в мое присутствии не составлялся. Ну что, познакомьтесь, теперь в вашем присутствии. Значит, на видеозапись я вам заявляю о том, что вы нарушаете мои права. Значит, мне права не разъяснены. Более того, они нарушаются. Вы можете не параллельно мне разговаривать. Я фиксирую для суда. Я фиксирую, у нас ведется непрерывная видеосъемка. Я фиксирую для суда. Не перебивайте, пожалуйста. Не будем говорить в параллель. Я пока не задаю вопрос. Я сейчас фиксирую на видео свои доводы. Я сейчас зафиксирую свои доводы, которые я для суда буду произносить. А потом вы будете задавать вопросы. А я уже посчитаю, буду я на них отвечать или нет. Значит, я фиксирую на видеозапись, что в том преступлении или там правонарушение, или что-то там еще в каком-то непонятном действии меня обвиняете вы, не соответствует действительности. Я ничего не нарушал. Вину свою у меня никакой нету ни в чем. Понимаете? Значит, да хватит со мной в параллель говорить, что за привычка такая. Что значит такая привычка? Я вам отвечаю. Да что за словесный понос у вас. Вы идите, прогуляйтесь. Вы что себе позволяет? Нормы КОАП обязывают мне подавать письменные ходатайства. А вас обязывают, а вас обязывают давать письменные ответы, мотивированные определения в случае отказывали от творить мое ходатайство. Если вы его удовлетворяете, я сейчас разворачиваюсь и ухожу. Вы мне направляете повесткой извещение о том, что такого-то числа в Востоке будет проходить административная процедура, составление протокола. И я уже решу приходить мне защитником, не приходить мне защитником и так далее. Мне нужно время для того, чтобы подготовить свою позицию. Извещайте меня должным образом. Более того, проводите по этой статье административное расследование. По этой статье предусмотрено административное расследование. Вы меня, надеюсь, услышали. Теперь я, так же, как вы набрались терпения, выслушали, тоже буду услышать вас молча. Говорите. В принципе, я все же сказал. По поводу ходатайства я вам ответил. По поводу протокола ознакомливаться с протоколом будет? Ответа нет. В таком случае я делаю соответствующую запись в протоколе. Даю вам копию и больше вас не задерживаю. А протокол данный будет рассматриваться в суде. Если желаете, можете для суда оставить свой телефончик. Вам придет смс-чка обуведомления, когда будет дата и время рассмотрения протокола. После этого вы можете туда ходить, можете не ходить, имейте право. Протокол рассмотрят без пас. В настоящее время еще какие-то вопросы есть? Я могу пойти по своим делам? Ну, я не знаю, вы там что-то составили по почте, значит, направите. Как предусмотрено нормами Коап. Сейчас я вам копию вручу, а то, что вы просто раз убежали. Я вам еще раз говорю, по почте направьте. С момента составления протокола в течение трех дней вы направляете по почте. Я получать то, что вы там составили в мое отсутствие, не собираюсь. Замечания все, которые я сделаю, и будут даны в уемных заседаниях. Я сказал, направьте мне по почте. Вы не мнение делаете. Я еще раз говорю, на видеозапись направьте мне по почте в соответствии с нормами Коап. Иду, несу документы. Дальше зафиксирую отказ судей запустить меня в судебное заседание. Я не знаю, как бы мы распрощаемся. Ну, вы подойдете, позвоните, спустимся, возьмем документы. Мне отказ на собственность, правильно? Здесь вы прочитаете, я не читала. Не, ну надо на словах недолго же прочитать, чтобы не задерживать ни вас, ни меня. Все, смотри, он красиво, в самом лучшем виде. У вас уже два дела возбуждено. Да хоть никого не уволили. Хоть 10. Хоть 10 раз вы мне повторите, у вас уволят, и давайте спорим, мне все равно. Редактор субтитров А.Семкин